Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это обзор, ну, на данный момент действительно недорогого робота-пылесоса, который сейчас стоит на официальном сайте 16 тысяч рублей. Притом, он обладает очень многими возможностями, теми, которые есть в значительно более дорогих устройствах. К примеру, он очень эффективно может отмыть полы. И, притом, я такого еще не видел, в режиме полотер так и называется. Приложение на русском языке, кстати, очень удобно. Он несколько раз вперед и назад проезжает по одному месту для того, чтобы как можно более качественно отмыть пол. Это реально круто. У него очень богатый комплект. Единственное, почему он стоит дешевле, чем аналогичное устройство, потому что умеет он абсолютно то же самое. И датчики падения есть, чтобы, к примеру, он не упал на лестничную, если у вас двухэтажный дом, второй этаж, чтобы вниз по лестнице не скатился. И навигация в нем. Вот дело в навигации. Здесь не лазерная навигация. Я объясню, в чем отличие. А смарт-гиро называется технологией. Она работает несколько по-другому. Вообще, в плане уборки к нему вопросов у меня вообще нет никаких. Возьмите устройство в три раза дороже, качество уборки будет таким. Практически, не практически, а точно так же качественно он убирает. Две щеточки, щетка, все прекрасно. Мощность всасывания высокая. 120 минут может работать без подзарядки от аккумулятора. При этом не только пыль собирает очень качественно. Ну и, к примеру, у ребенка у меня, у него очень много различных игрушечных пистолетов там. И он даже патроны достаточно большие, без проблем затянул, мощности хватает. Для своей цены очень необычная функция. Определяет ковры и включает повышенную мощность. Вообще, я очень много про него могу рассказать и рассказываю с удовольствием, потому что машинка отличная. Со своими нюансами, но реально отличная. Первым делом хочу рассказать о том, что по внешнему виду практически все стандартно. Единственное, у него чаще бывает сверху, лоточки снимаются. Здесь же лоток один для мусора, при том со специальной, вот она, заглушкой. Когда его таскиваешь, мусор лишний раз из нее не вываливается. На некоторых моделях, более дорогих, почему-то вот этой вот пластиковые детали, которая защищает, чтобы мусор не вылетал, нету. А в комплекте две таких. Одна из них с модулем с моющим. При том, опять же, в эту цену, ребята, есть подача воды три режима. То есть, маленький моторчик стоит в моющем модуле. И одновременно можно делать и сухую, и влажную уборку. Либо включить после того, как у вас дома все чисто, включить режим влажной уборки. Ставьте на максималку, прекрасно будет отмывать полы. И когда вы ушли гулять, к примеру, вернулись, пылесос закончил уборку, дышать даже в квартире легче. Я всегда об этом рассказываю. Это реально очень классные машинки, помогающие дома поддерживать порядок. Особенно в таких местах очень хорошо, что робот-пылесос семь с половиной сантиметров всего. Он с большой вероятностью залезет, особенно под большие кровати. Туда лишний раз просто люди не залезают. А этот малыш, он такие трудодоступные места под кроватями. Если кровати несколько в доме, все будет чисто, идеально. Если посмотрим на него снизу, то тут все прекрасно, вот точно так же практически, как у более дорогих моделей. Единственное, модели, которые, ну извините, в цене и стоят в 2-3 раза дороже, у них уже вот сама щетка, вот этот механизм, она уже заточена под то, чтобы не допустить образования волос, которые наматываются и периодически их нужно будет срезать. Здесь еще старый механизм получается. Я не вижу здесь специальных систем, либо не вижу специальной проволокой, иногда такая стальная проходит, для того, чтобы эти волосы разрезать. Но, как было год назад, грубо говоря. В остальном все то же самое. Качественные колеса, качественные, опять же, щеточки. Ну, как качественные, они, ну у всех они плюс-минус такие. Комплект, кстати, ребята, очень богатый. В комплекте не только запасной фильтр, но и запасные щетки. Это запасная тряпочка. Это, ну, больше, чем обычно. Комплект очень даже хороший, учитывая не самую высокую цену на этот пылесос. Самое главное, вы уже поняли, что здесь другая система навигации. Основная загвоздка в том, что в отличие от привычных нам роботов-пылесосов, ну мне, по крайней мере, там один раз пылесос проехал, создал карту и потом мы можем поставить запретные зоны. Здесь такого нет. Мы можем, к примеру, на более дорогих пылесосах с лазерной навигацией, которые в памяти сохраняют эту схему, здесь такого нет. Мы не можем этот пылесос отправить убраться только на кухне. Мы не можем этот пылесос поставить какую-то запретную стену. Вот основное отличие и почему он дешевле. С другой стороны, если вам это не нужно, и, честно говоря, я за все время, были у меня случаи, когда на кухне, например, там разбили что-то, разлили, то я отправлял, например, пылесос, я пользуюсь ими уже, наверное, больше трех лет, на кухню. Здесь так не получится. Здесь несколько режимов, но все так или иначе. Он рисует карту в реальном времени и убирает качественно. Везде. То есть, отличие в том, что карту он не сохранит, просто каждый раз будет рисовать эту карту, каждый раз. Иногда будет тыкаться, да, в какие-то препятствия, но не сильно. Он их определяет, но все равно вот этот бампер, он здесь будет срабатывать чаще, чем на пылесосе, с которой оборудован более дорогой лазерной навигацией. Но еще раз подчеркну, если вы в любом случае такой робот-пылесос берете и просто все остальное есть, к примеру, можно сделать ночной режим, можно сделать режим, что, например, там в 5 вечера по будням он будет у вас срабатывать и убираться дома. Вот если просто для таких сценариев просто убираться там каждый день, пока вы на работе, идеально подойдет. Опять же, про влажную уборку я уже рассказывал. Друзья, это офигенно крутая машинка за эти деньги, она, ну, на мой взгляд, особо не уступает более дорогим, более совершенным моделям. Более совершенным за счет лазера, опять же говорю. В остальном здесь все то же самое фактически. Да, единственная емкость для воды, если будете использовать на максимальной 3 режима подачи, еще раз подчеркну, есть специальный насос, опять же, для своей цены это, ну, очень классно, который позволяет именно качественно подавать воду, у вас постоянно будет тряпка мокрая, постоянно дома пылесос будет убирать качественно. Но хватает, у меня квартира, получается, в которой я сейчас живу 62 метра, ну, жилой, понятно, намного меньше, мне хватило с трудом на один раз, правда, на максимальной подаче воды. Зато пылесос очень качественно все очистил, и почему так мало? Потому что он несколько раз вперед-назад, вперед-назад, он несколько раз тщательно промыл всю квартиру, я такого вообще никогда не видел, но воды ушло очень много, но зато качественно. В обычном использовании емкость для мусора большая, и вот такую двухкомнатную квартиру, ну, раз на 5, на 6, опять же, от степени здесь загрязнения зависит, вам хватит. Хватает до 120 минут, заряжается там порядка 5 часов, сам без проблем, без всяких, находит дорогу домой, это ценно. Нигде ни разу, за сколько я уже раз 5-6 ему уборок делал, ни разу не заблудился, все прекрасно, все хорошо. Поэтому нужно знать, почему он стоит при тех же, ну, не фактически, а все то же самое. Качественная влажная уборка с подачей воды, программирование, удобное приложение на русском языке, можно посмотреть, он реально очень хорошо, качественно все убирает, не оставляет слепых пятен. Множество режимов, но вот такие нюансы, о которых я рассказывал, что нельзя направить в определенную комнату, нельзя запретные зоны, если это важно, то тут выбор только более дорогие модели, которые у этого производителя, опять же, есть. Это одна из моделей, выпускают они много разных. Этот робот-пылесос в моем тесте показал себя хорошо, я смело буду его рекомендовать людям, которым нужно по цене-качеству взять аппарат для дома, либо как первый аппарат, либо не хотят переплачивать за вот эту лазерную навигацию, потому что ключевой, он делает все то же самое, я не заметил отличий. Также качественно, чисто убирает, прекрасно убирает. Также качественная влажная уборка, работает по таймеру, возвращается на базу, там не крушит ничего. Но с этими нюансами, о которых я уже рассказывал, повторяться не буду, если вам это не важно, то смело берите, и потом спасибо мне скажете, сколько моих знакомых разные роботы-пылесосы купили, все довольны, просто настолько, особенно если у вас дома домашние животные, и просто пыль, иногда вот, я ключевое повторяю, каждый день можно дома убираться, все равно пыль откуда-то берется всегда. И когда вот после даже двух-трех раз смотришь на этот контейнер, на этот мусор, и не понимаешь, откуда он взялся, все-таки мы живем в 21 веке, и такая вещь должна быть в каждом доме. На этом у меня сегодня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем Давид. Счастливо, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!